здравствуйте друзья здесь демитков юрий на сейчас я хочу еще раз вернуться к но там потому что люди не до конца может быть понимают и были вопросы по но там когда я говорил что но ты это вот такой интересный продукт люди часто задают вопросы что зачем нам эти ноты лучше может быть самим купить акции тех же самых компаний я думаю что вот сейчас я сниму все эти вопросы потому что я хочу показать на примере реальной абсолютно ноты которую приобрел я и так что это за нота это нота от компании ну естественно открытие брокер но открытие брокер не сама выпустила ноту имитентом ноты является международный крупнейший банк на тиксис вот это нота на корзину компаний я про него рассказывал уже как-то ссылочку вы вот там да видите на нее буку и если нажмете то под биржей для чайников будет как раз эта корзина и так значит в корзину входят компании али баба групп тикер баба сина корпорейшн китайская тикер сина и плает материал тикер амат и анхозер буш это пивоваренная компания я не говорил это значит международный тикер будды и так но то было открыто в июле месяце 2018 года прошло уже почти год с тех пор давайте посмотрим на результат который принесла данная нота первая нота которую я открывал я говорил что она давала 10 процентов годовых валюте и это была нота на акции столетельных компаний сша она закрылась в первый же период наблюдения это было не интересно что такое но то выбирается четыре но в данном случае 4 несколько базовых активов корзина базовых активов и ведется наблюдение за этими базовыми активами есть какие-то периоды наблюдений раз в три месяца в ноте прямо оговаривается когда это будет вот у меня здесь прямо написано 18 числа каждые три месяца каждый квартал если на период наблюдения очередной цена самого худшего базового актива сказать выше чем барьер отзыва цена всех буквально базовых всех базовых активов выше чем барьер отзыва то соответственно нота закрывается возвращаются все деньги выплачивается очередной купон если ниже чем барьер отзыва да и выше чем купонный барьер вот то соответственно выплачивается купон и до следующего периода наблюдения теперь далее смотрите есть цена при открытии вот здесь я отметил все четыре компании и цена при открытии цена при открытии здесь а либо багру вот она вот здесь вот было открытие примерно здесь вот да точно буквально и вот здесь вот я зеленой линии цена в начале открытия ноты цена на али баба цена также вначале на Applied Materials, вот она цена, которая была в начале периода наблюдения, в начале открытия ноты. Далее цена на Anheuser-Busch, вот цена в начале примерно вот здесь, вот я ее описал вот здесь. Дело в том, что сейчас я нахожусь в Квике, Квик не наблюдался, Cine Corporation не наблюдалась в Квике в момент открытия, на SPB ее не было еще, поэтому я сделал ее вот здесь. Вот здесь Cine Corporation, вот он, июль, июль, вот примерно вот этот вот квадратик, 18 июля это, ну, наверное, вот здесь вот, не так важно, где-то примерно 80. Цена, которая была зафиксирована на открытие ноты, здесь я вложил 10 тысяч долларов, вот, ну, можно сказать, что они распределены между этими компаниями. Далее, следующий период наблюдения, вот он, смотрите, акции Alibaba, они упали, то есть если бы мы вложили в акции, мы бы потеряли, если бы я вложил в акции Applied Materials, я бы потерял, если бы я вложил в акции Anheuser-Busch, я бы потерял, если бы я вложил в акции Cine Corporation, я бы сильно потерял, вот это точно совершенно. Почему? Потому что в конце прошлого года, в конце 2018 года резко пошел на спад индекс S&P 500, фондовые рынки все обвалились и вообще все финансисты потеряли достаточно большие деньги. Вот, ну, соответственно, вот вы видите последствия этого, то есть был обвал, был обвал и, соответственно, вот на период наблюдения. Смотрите, ну, где-то здесь не так важно, где был Alibaba, не так важно, потому что между барьером отзыва, который был 100% на тот момент и между купонным барьером. Если бы цена акции опустилась, вот на момент была ниже, чем купонный барьер, а она опускалась ниже, то я бы купон здесь не получил. Соответственно, Applied Materials аналогично, вот она вот, она почти дошла до купонного барьера, но была выше. Anheuser-Bosch, то же самое, акция дошла до купонного барьера буквально, но была выше и, соответственно, то же самое произошло с Cine Corporation. Я не буду просто возвращаться к тому графику, но я получил купонный, я получил купон. Вот, смотрите, вот, вот мои 10 тысяч долларов, да, ну, так вот, примерно, да, если распределить, то вот буквально, вот если бы здесь я получил купон 2,65% от стоимости, соответственно, но я привел это к стоимости каждой акции, вот первый квадратик я получил. Смотрите, если бы я вложил в акции, у меня было бы здесь сумма на депозите, а у меня она вот сюда увеличилась. Здесь, соответственно, вот они квадратики эти, вы видите, да, сейчас я их увеличу. А, вот, чтобы барьер отзыва был. Вот так. Понимаем, да? Аналогично здесь. То же самое. Anheuser-Bosch, октябрь, падение, а у меня рост. И то же самое с Cine Corporation. Следующий период наблюдения. Январь 2019 года Alibaba Group падала ниже купонного барьера, даже несколько раз, но на момент наблюдения где-то посередине. Да, и барьер отзыва каждый период наблюдения понижается на 2%. Вот. То есть он здесь чуть ниже уже был барьер отзыва, но ниже, чем барьер отзыва мы видим, да, где-то твердо посерединке я получаю свои проценты. Значит, следующий здесь период наблюдения, ну, чуть-чуть выше, чем купонный барьер, но я получаю свои купоны. Здесь буквально на грани Anheuser-Bosch, буквально на грани купонного барьера там 1% перешагнуло, но я получил купонный доход. Если бы, если бы я здесь не получил, вот, ну, забегая вперед, смотрите, здесь я тоже, вот он купонный барьер, здесь я тоже получил. Если бы я здесь не получил, то есть если бы здесь было чуть ниже, чем купонный барьер, я бы здесь не, я вообще бы не получил никакого купона ни по одной акции, потому что наблюдение идет за самым худшим активом. Самым худшим активом здесь был Anheuser-Bosch, вот он чуть-чуть превзошел купонный барьер, был на грани. Но если бы он был ниже, то что произошло бы? Следующий период наблюдения. А следующий период наблюдения, смотрим, цена на Alibaba выросла, следующий период наблюдения, и она уже была выше, чем даже барьер отзыва. Следующий период наблюдения, цена на Applied Materials выросла, и она уже была даже выше, чем барьер отзыва. То есть нота уже подошла по двум активам на грань отзыва. Но все равно она ниже, чем 100% еще, только Alibaba превзошла. Дальше, следующий актив, смотрим, Anheuser-Bosch. Он посерединке как раз между купонным барьером и барьером отзыва. То есть если бы я вот здесь вот не получил, если бы здесь было ниже, чем барьер, то здесь бы я получил два купонных дохода, потому что эффект памяти. Потому что акция вернулась вот в этот диапазон. Вернулась диапазон. И, соответственно, вот январь месяц, Sina Corporation. Да, она, так сказать, на грани купонного барьера, но она чуть выше. И следующий, смотрите, защитный барьер снова понизился. Я уже следующий купонный, следующий барьер отзыва, на данный момент он составляет 94% от начальной цены. 94% от начальной цены. То есть вот он, вот тот барьер. Если выше вот этой синей черты будут все-все-все акции, пока только две на грани, Anheuser-Bosch подходит, да, вот. И если будут все акции всех компаний, то я получаю очередной купонный доход и, соответственно, нота закрывается. Если хотя бы одна из них будет ниже, чем эта синенькая линия, то синенькая линия опускается еще на 2% в данном случае. И я получаю очередной купонный доход. То есть вот здесь появится очередной квадратик. Вот. И теперь последнее. Вот он, вот защитный барьер по акциям. Защитный барьер по данной ноте 55% от первоначальной стоимости. 55. Это мне очень нота понравилась из-за защитного барьера. Потому что, смотрите, 75% вот между купонным барьером и барьером отзыва, когда цена болтается, я получаю стабильно купоны. А барьер отзыва, он потихонечку снижается. Но вот на защитный барьер мне пока наплевать. Вот. Если за весь период, вот сколько действия ноты, 3 года, цена на всех активы, вот на самый худший актив не превысила барьера отзыва, то, значит, там мы дошли до конца, до конца, и в конце уже смотрится. Если цена находится выше, чем барьер защитный, то я получаю назад все свои деньги. 10 тысяч долларов, плюс очередной, ну, очередной купон получу или нет, я не знаю, потому что все это зависит от купонного барьера. А защитный барьер – это цена на момент окончания ноты. Понимаете? Теперь посмотрите, что выгодней. Вот если бы я вложил в акции Алибабы, то сейчас у меня было бы ровно столько же денег. А у меня сейчас плюс 3 квадратика, вот столько. Видите, что с Алибабой выгодней было купить ноту. Если бы я вложил в Applied Materials, аналогичная ситуация. Если бы я вложил в Anheuser-Bosch, то если бы я вложил в акции, то у меня был бы убыток больше, чем у меня прибыль. Если бы я вложил в акции Sina Corporation просто, то у меня был бы убыток значительно больше. Ну, вот, собственно говоря, на картинках я показал, чем лучше ноты. Нота может быть хуже, чем актив, когда период экономического бума, когда бешеный рост. Тогда действительно акции растут быстро. И тогда проще всего просто купить акции и держать. Но сейчас не наблюдается бума. То есть смотрите, он был предыдущий, там сколько, там 5 лет буквально. Индекс S&P 500 рос вообще великолепно. Ну, все хорошее заканчивается. И прошлый год закончился. Вот, серьезная коррекция. Там на 18% упало S&P 500, и все упало, видите. А потом, значит, снова все вернулось. Сейчас уже снова все на максимуме. Будет ли коррекция, будет ли продолжаться рост, неизвестно. Если будет бурный рост, то да. Но, извините, минус 18% – это очень серьезно нервирует любого инвестора. И способны ли вы просидеть просадку минус 18%? Посмотрите, как люди реагируют на модельный портфель, который то же самое рос в течение, там, 2016-2017 год, а 2018 год не растет. Какое настроение у инвесторов? Они говорят, блин, что ты нам посоветовал? Вот модельный портфель, он не растет вообще. Индекс S&P 500 тоже, между прочим, не вырос. Для справочки, самый богатый человек в мире, Уоррен Баффет, потерял очень здорово. Очень сильно просел его фонд Уоррена Баффета. Все были грустные, да, акции падают. А вот Юрий Деметков, который купил НОТО, был доволен. Поэтому НОТО как раз в такие периоды – это очень хороший вариант. Единственная неприятность в НОТО, что она, вот данная НОТО доступна только для квалифицированных инвесторов. Это статус, его надо приобретать, как-то заслуживать. У меня он есть, этот статус. Но есть и приятная новость. Сейчас появляются НОТО, которые доступны для неквалифицированных инвесторов. И эти НОТО, которые появляются для неквалифицированных инвесторов, выпускает открытие брокер. Часть из них будет доступна клиентам других брокерских компаний. Но большая часть будет недоступна, потому что это очень часто вне биржевой инструмент. И это еще может быть являться одним мотивом при выборе брокера. Вы видели, что НОТО – это очень хорошо. Я это, надеюсь, показал. Поэтому следите за моими видео, смотрите, оставайтесь на моем канале. Ну а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, подписка с вас и до встречи. С вами был Демитков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok